К новостям культуры. Традиции, национальные костюмы, этнографические предметы и фотографии. Заглянуть в удивительные уголки мира позволит интерактивная выставка «Красивая земля». Ее открытие состоится 30 января в Ступинской центральной библиотеке. Экспозиция организована в рамках проекта «Окна в мир». Сегодня авторы приступили к монтажу. Подробности в сюжете моей коллеги Ирины Боковой. Мужской, узбекский шампан. Тут вы сюда идете, вот в нем попозируете. На интерактивной выставке представлено более 30 национальных нарядов. Ее география широка – от Камчатки до Вологды, заездами в Непал, Таиланд, Индию и Марокко. Особое внимание организаторы уделили этнографическим предметам и костюмам Южного Подмосковья и близлежащих областей. Любой желающий, посетивший эту экскурсию, сможет примерить на себя национальные наряды разных народов. Этот костюм попал в коллекцию из Рязанской области села Князево. Ему уже более 70 лет. До сих пор сельчане одевают его на праздники и свадьбы. Обязательной частью этого наряда является женский головной убор-поводник и красочные ожерелки. У каждого костюма своя история и даже, можно сказать, судьба. Многим из них уже много-много лет и носили их еще наши бабушки и прабабушки. Делится с нами историк по образованию и сорганизатор выставки Александра Белова. Сегодня в ее личной коллекции насчитывается порядка 10 костюмов. И про каждое она готова рассказывать часами, ведь привезены они из разных уголков мира, где до сих пор почитают давние традиции и культуру. И она очень интересна. Костюмы на самом деле это образ того, как человек может экологично, разумно находиться в отношении с теми природными местами, где человек живет. То есть традиционная культура – это та культура, которая живет экологично, бережно относится к тому месту. Мы хотим показать, что земля красивая и что традиционная культура, она дает пример того, как человек может жить гармонично на той земле, где он, собственно, живет и который его кормит и все ему дает. Основная задача интерактивной выставки – показать ступенцам, насколько наш мир разнообразен и богат. Ее главный организатор Ярослава на протяжении пяти лет активно путешествует по миру и знакомится с культурным многообразием разных стран. Больше всего любит русский север. Не так давно вернулась к Камчатке, где тоже организовала похожую этновыставку. Но это получилось более масштабной. В ней приняло участие около 20 человек – молодые историки, фотографы и просто почитатели этнокультуры. Здесь у нас такая будет витрина. В ней представлены некоторые вещи из стран – Марокко, Непал, Узбекистан, Камчатка. Это этнографическая русская обувь в Белгородской области. Это инструмент для выделки шкур. Это очень ценный инструмент, потому что это с камнем, это для первичной обработки. Есть еще с металлическим скребком, его гораздо сложнее достать. Сегодня как никогда важно помнить свои корни и знать, как жили наши предки, каким ремеслом занимались. Обо всем этом организаторы расскажут 30 января на открытии интерактивной выставки, которая состоится в 15 часов в Ступинской центральной библиотеке. Гостей ждет увлекательное путешествие, в котором можно будет открыть окно и заглянуть в удивительные миры. Свою работу выставка продолжит до 19 февраля. Все это время будут проходить тематические экскурсии и интересные мастер-классы по традиционному рукоделию. Ирина Бокова, Андрей Башинский, провинциальные новости.